Доброго времени суток! Рассмотрим особенности следующего задания. Итак, дана правильная четырехугольная пирамида S, A, B, C, D. Точки M и L делят ребра S, D и S, B в одном и том же отношении. Что это означает? Что AM и AL могут быть как биссектрисы соответствующих граней, но с таким же успехом они могли бы быть и медианами, и высотами. И вообще, в принципе, точки M и L могли бы делить в произвольном отношении ребра CD и CB, считая точки S, но в одном и том же отношении. Что же здесь требуется? Доказать, что сечение пирамиды плоскостью ALM делит ребро S, C в каком-то заданном отношении. И найти площадь сечения пирамиды плоскостью ALM. Рассмотрим пункты актуальной теории. Для решения этого задания. Итак, первым пунктом я отмечаю теорему Менелая. Легко устанавливается, что если точки M и L... Так, дальше. И теорема Фалеса. Если точки M и L делят, соответственно, ребра SD и SB в одном и том же отношении, то по теореме, обратной теореме Фалеса, ML будет, конечно, параллельно DB. И, следовательно, по той же теореме, точка F, точка пересечения ML и высоты SO будет делить высоту SO в том же отношении, в каком точке M делит SD и точка L делит SB. тогда точка пересечения луча AF и ребра CS это и будет точкой пересечения этой пирамиды плоскостью ALM. И нужно, в принципе, узнать или доказать, в каком отношении точка H делит отрезок SC. Можно воспользоваться теоремой Менелая. Можно воспользоваться также теоремой от точки пересечения медиан треугольника, но это в том случае, если H середина SC. А это в том случае, когда точки M и L – это основание бисектрис в треугольниках ASD и ASB, соответственно. А в общем случае, точка H может делить в совершенно произвольном отношении ребро CS. И тогда нам точно понадобится теорема Менелая. Эту теорему рассмотрим. для треугольника CS, O и точек H, F и A. Треугольник CS, A очевидно равноведренный. О середина CA. И поскольку нам точно известно будет отношение SF к FO, которое равно отношению SM к MD или SL к LB, то, применив теорему Менелая, мы найдем вот это отношение CH к HC. И, кстати, в чем заключается теорема Менелая? Если три точки, вот эти H, F и A, лежат на одной прямой, причем точка H, причем точка H принадлежит стороне треугольника, точка F, также стороне треугольника, точка A продолжению третьей стороны, то выполняется такое красивое соотношение CH деленное на HS умноженное на отношение SF деленное на FO умноженное на отношение OA на AC равно единице. Очень красивая, замечательная теорема. И так как вот эти отношения SF к FO, вот это отношение известно, отношение OA к AC, очевидно, равно 1 к 2, у нас остается из теоремы Менелая неизвестно как раз только отношение CH к HS. Оно и найдется в теореме Менелая. Как же найти площадь сечения пирамиды плоскостью АЛМ? Легко доказать, что сечением будет являться четырехугольник АЛХМ, у которого стороны МЛ и ХМ равны, и также АМ равно АЛ. А, следовательно, точки H и А лежат на серединном перпендикуляре к отрезку АЛ. То есть диагонали этого четырехугольника, диагонали H, А и МЛ, будут взаимно перпендикулярными. А для таких четырехугольников площадь такого четырехугольника равна, как известно, половине произведения диагоналей. Кто-то из моих учеников еще говорил, что этот четырехугольник похож на ромб. Он похож только тем, что диагонали этого четырехугольника взаимно перпендикулярны, так же как и диагонали ромба. На этом сходство заканчивается. Следовательно, нам нужно будет найти длины отрезков МЛ и АХ. Проще всего найти длину отрезка АЛ из подобия треугольников, из очевидного подобия треугольников МСЛ и ДСБ. А как же тогда найти длину отрезка АХ? Очевидно, нам тут стороны пирамиды будут даны и длины боковых рёбер. Следовательно, мы сможем найти диагональ АС, диагональ основания. И так же мы сможем найти, следовательно, СО и сможем найти косинус угла АСО или косинус угла ССА. Если же будет известен косинус этого угла и, поскольку будет известно отношение, в котором точка H делит ребро СС, то, следовательно, мы найдём длину отрезка СХ, конечно, если будет дана длина бокового ребра. А обычно это дарьётся. Так, и тогда косинус вот этого угла при вершине С равен отношению СО к СС. Соответственно, СА будет известно, СН будет известно, и АН можно будет легко найти по теореме косинусов. И вычислить площадь вот этого четырёхугольника. С вами был частный преподаватель математики Шаховцов Виктор Анатольевич. С вами ваш Виктор С.Н. Мы на ЕГЭ как на войне, и я на вашей стороне. Изучайте и решайте ещё круче. Всего вам доброго.